Иран анонсировал удар по территории Израиля 12-13 августа. Почему так и не реализовал свои угрозы? И может ли ожидание удара быть более напряженным, чем саун? Удар, все прогнозы от военного аналитика из Израиля. Давид Шарп к нам присоединяется. Давид, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Вот этот анонсированный удар со стороны Ирана по территории Израиля, сегодня он не состоялся. В чем причина? Потому что называли конкретные даты. Важно понимать, что называли конкретные даты не конкретно официальные лица или генералы. Даты были результатом вбросов, самых разных вбросов, в том числе со ссылкой на анонимные источники и вообще измышлениями, ну или, скажем так, результатом рассуждений разного рода лиц. Рассуждение — дело абсолютно легитимное, но нельзя абсолютно утверждать, что Иран обещал в какую-то конкретную дату. Вообще надо сказать, что с того момента, когда верховный лидер Ирана объявил о чёткой готовности нанести удар по Израилю, сам подход был следующий, причём подход, я имею в виду серьёзный, с точки зрения военных, что удар возможен в любое время, в ближайшие часы, как правило, ночные и далее в течение нескольких дней. И я был абсолютно согласен, и я скажу более того, я абсолютно согласен и по-прежнему с этой постановкой, с такого рода постановкой вопроса. Проблема в том, что несколько дней продлевались и продлевались и продлевались, попутно продолжалась психологическая война со стороны Ирана, в том числе и в ночь, когда мы с вами, в ночь на день, когда мы с вами разговариваем, например, какие-то приближённые блогеры из вот этой вот шиитской оси сопротивления, как они себя называют, про иранских сил, например, было опубликовано в одном из пабликов «Песочные часы» с цифрой «2 часа ночи», то есть некий намёк, что вот в 2 часа ночи ударим. Ситуация на самом деле такова, военный, нельзя прочитать точно намерения противника, в этом недавно убедилась российская сторона на своей шкуре, и в этом убедился, к сожалению, Израиль 7 октября, будучи уверенным, что знает и понимает логику. Касательно Ирана мы должны понимать следующее. Практически наверняка удар состоится, а вот когда, это уже другой вопрос, это выбор за ними, так как они решили затянуть, в том числе и с целью ведения психологической войны, то есть создать на Израиль дополнительное давление. Кстати, это дополнительное давление, оно не только психологическое, оно, в общем-то, в какой-то мере и материальное. Например, если иностранные авиакомпании отменяют рейсы в Израиль, вот вам материальный ущерб. Если армия находится в повышенной готовности, более повышенной, чем обычно, это дополнительные затраты разного рода ресурсов, я не выдаю военную тайну. Так что их заявление о том, что задержка реакции, это часть самой реакции, в общем-то, справедливая, они отвечают действительности. Кроме того, Иран за то время, пока он оттянул с ответом, и тянет, до сих пор, а я считаю, по-прежнему от нескольких часов до нескольких дней, подвергся очень серьёзному давлению с разных сторон. То есть это и угрозы со стороны Израиля, переданные через разного рода посредников о том, что Иран может ждать не обязательно, но может ждать очень серьёзные последствия. Это разного рода угрозы со стороны Соединённых Штатов. Угрозы, увещевания, где-то попытка кнутом и пряникам. Это даже Всемирный банк, который опубликовал заявление, что Иран ждут плохие экономические последствия, если он зайдёт слишком далеко. В общем, тут очень много факторов, в том числе, как говорят, и здесь мы всё же опираемся в большей степени на слухи, но слухи — это иногда часть реальности и часть психологической войны и о разногласиях внутри Ирана. Например, новый, якобы, новоизбранный президент Ирана, который считается человеком более умеренных взглядов, выступает резко против. Опять-таки, это якобы и по сообщениям. Выступает резко против либо реакции вообще со стороны Ирана, либо, по крайней мере, реакции мощного уровня. Он приводит свои доводы. Соответственно, дискуссии идут. В общем, к чему я веду? Всё решение вроде как принято, а далее начинают работать разные факторы. От желания поддержать Израиль в напряжении, заканчивая тем, что Хизбалла, которая является союзником и полумарионеткой Ирана, имеет к Израилю отдельный счёт за ликвидацию. До ликвидации Исмаила Хани, главы политбюро Хамаса, был уничтожен в Бейруте за считанные часы до этого. Человек номер один военной иерархии Хизбаллы. Хизбалла считает, что у неё за это отдельный счёт к Израилю. И тут ещё важный момент с их стороны — согласовать свои действия так, чтобы либо действовать совместно, либо по отдельности. Но желательно, если они хотят избежать большой войны, желательно, чтобы соразмерность этих действий была соответствующая. В общем, много тонких и подковёрных моментов, однако общее ожидание не изменилось. Их Хизбалла и Иран намерены ударить. Придётся подождать, значит, подождём, но, возможно, ждать осталось недолго. Вот Соединённые Штаты заявили накануне, что их армия находится в боевой готовности. В то же время король Иордании Абдалла II сказал, что он не даст втянуть свою страну в региональную войну. Как вы оцениваете готовность Израиля и союзников отразить эту атаку? Тут не все, на самом деле, те, кто примут участие в той или иной степени в отражении атаки, можно назвать союзниками. Здесь, скорее, правильные были ситуативные союзники, либо общие интересы определённые. Общие интересы отразить атаку есть, например, у тех же иорданцев. Им важно, с одной стороны, иорданская улица, иорданская общественность крайне антиизраильски настроена. С другой стороны, власть Иордании во многом от Израиля зависит, и у неё тесные отношения с Израилем, несмотря на то, что она делает разного рода громкие антиизраильские заявления. Наконец, у неё супертесные отношения с Соединёнными Штатами. И если нужно угодить Соединённым Штатам, то иорданцы готовы зайти далеко. Наконец, иорданцам очень неприятно, что иранцы в случае применения крылатых ракет и беспилотников используют их в воздушное пространство. Потому что, ну а как иначе, можно до Израиля добраться другим окольным путём, но прямой путь, он наилучший через Иорданию. Поэтому вот эти заявления, с одной стороны, что не дадим, а с другой стороны, это подразумевает в том числе, что, скорее всего, иорданцы предоставят своё воздушное пространство для истребителей, в первую очередь, израильских, американских, во вторую очередь, чуток английских и ещё, может быть, французских, для перехвата крылатых ракет и беспилотников, если они будут лететь через Иорданию. Ну и сами, и самим потренироваться им тоже, с точки зрения военной и технической, важно. И это вроде бы они делали в прошлый раз, даже не вроде бы, а точно. Касательно Соединённых Штатов, ну понятно, что находятся в готовности. Как всегда, серьёзные военные рассматривают разные сценарии развития событий. Даже если наиболее прогнозируемый сценарий — это ограниченный по масштабам удар Ирана, иди, знай, во что это выльется. Во-первых, может быть и не очень ограниченный. Во-вторых, очень многое зависит от того, удастся ли иранцам нанести Израилю ущерб. От этого будет во многом зависеть израильская реакция. Наконец, израильская сторона вроде бы обещала существенную реакцию, даже в том случае, если ущерба не будет. Поживём, увидим, что называется. Потому что в прошлый раз реакция задержалась на несколько дней. Дали себя уговаривать американцам, сами себя уговаривали. В итоге реакция была в виде булавочного болезненного укола, когда уничтожили, по сути, негласно радар дивизиона С-300 в иранском городе Испаган. Но на этом всё закончилось. И об этой реакции очень многие, кто не следит тщательно за событиями, даже особенно не знали. В общем, американцы перебросили довольно значительные силы в регион. В частности, истребительная авиация, которая способна неплохой ответ дать на атаку крылатыми ракетами и беспилотниками. Есть корабли, есть возможности ударные. Однако ударные возможности против Ирана могут быть задействованы, как мне видится, только в крайнем случае. Если иранцы атакуют американские силы, либо произойдёт что-то совершенно особенное и неконтролируемое, ударные возможности американцев больше для самообороны и для устрашения. Ну и плюс они постоянно потихоньку задействуются против хуситов в Йемене. Это как бы обычная реальность. И, наконец, есть Ирак и Сирия, где проиранские силы уже успели несколько раз за последние дни ударить по американским базам, что привело даже к ранениям американских военнослужащих. Здесь тоже самооборона более вероятна. Американцы готовятся к разным сценариям. И даже на случай большой войны нужно быть такой ситуацией, чтобы тебя, как у нас принято говорить, не очень такое приличное выражение, не застали со спущенными штанами. Ну вот президент Палестины Махмуд Аббас сегодня встретился с Путиным. Двустороннее сотрудничество и палестинско-израильский конфликт обсуждают. Как по-вашему, какая может быть реальная цель этой встречи? Махмуд Аббас любит поездить, тем более поездить в Москву. Там он, кстати говоря, учился и даже защищал диссертацию по поводу, если не ошибаюсь, отрицания Холокоста в советские времена ещё с антисемитским очевидным оттенком. Но это лирика. Смысл на самом деле в том, что Махмуд Аббас особо нерелевантен в нынешних событиях. То есть палестинская автономия, в общем-то, сидит довольно тихо. Она оказалась, скажем так, вне большой игры. В большой игре находится Хамас, который Хамас — исламский джихад. Это, собственно, с арабской палестинской стороны. Иран, Хизбалла. Палестинская автономия, скажем так, в общем и целом, власть палестинской автономии у себя не пользуется популярностью. Это, мягко говоря, если бы не Израиль и не Соединённые Штаты, вероятно, она была бы свергнута вооружённым путём Хамасом, как это произошло в Газе. Либо, если бы была настоящая демократия, она бы проиграла на выборах. Ну а Махмуд Аббас — человек престарелый, нездоровый. Ждут очень многие его ухода в палестинской автономии. Это, кстати, может стать триггером для важных событий, потому что уйти он может в прямом и переносном смысле в любой момент. Ему под 90-е здоровьем он не блещет, иногда даже ясностью ума. В общем, от его визита к Путину, так как не он воюет, не он держит заложников, особо чего интересного ожидать не стоит, декларации какие-то, очередные формальности — это не тот самый случай, который привлекает особое внимание с точки зрения практической, так мне это видится. Ну а вот у Путина какие могут быть реальные цели этой встречи? У Путина, во-первых, Путин не так часто сегодня встречается с иностранными лидерами. Путин, в общем-то, персона в заметной степени нон-гратес в этом роде, если не так, не совсем правильное определение. Поэтому встретиться с Аббасом, очередной раз заявить о поддержке, дежурной поддержке палестинского народа, напомнить о том, что Россия — игрок на Ближнем Востоке, и что Россия причастна к Палестино-Израильскому конфликту, причастна во многих отношениях. Это такой очередной внешнеполитический повод. Что-то решить, что-то важное, серьёзное решить между собой, чтобы это повлияло в серьёзный ход событий, здесь это не тот случай. Гораздо более важными являются, если мы говорим о влиянии и на мировую политику, и конкретно на происходящее на Ближнем Востоке, контакты, например, между Россией и Ираном. Хотя тут не было встречи Путина с иранским лидером, однако были встречи на более низком уровне, которые имеют серьёзное практическое значение и для Ближнего Востока, и для войны, которая идёт и, возможно, вспыхнет с большей силой, и, собственно, прямо и косвенно для российско-украинской войны тоже. В отличие от встречи с Абумазом. Новый глава Хамас заявил о готовности к мирному урегулированию конфликта. Вот на нынешнем этапе готов ли Израиль пойти на мир с Хамасом? И на каких условиях может быть этот мир, по-вашему? Он, новый глава Хамаса Ефьесинуара, он таковым является, по сути, формально, потому что, несмотря на отсутствие этой, на то, что он эту должность формально не занимал, он всё равно был человеком номер один в Хамасе, и последнее слово было за ним. С ним всё достаточно просто. Он, ну, во-первых, конкретики он не говорил, но он готов на не то, что мир с Израилем. Мир с Израилем — это нечто большее, это подразумевает чуть ли не признание, когда вот так фраза звучит, так чуть ли не признание Израиля, и мир, что называется, навеки вечный. Нет, конечно, об этом речи не идёт. Он хочет закончить, он хочет одно, он хочет так, чтобы война закончилась на условиях Хамаса. Что это подразумевает? Это подразумевает то, что Израиль прекратит боевые действия, прекратит медленное, но достаточно верное добивание Хамаса, которое происходит. Всё это произойдёт под гарантией международного сообщества, и тогда, может быть, он освободит израильских заложников, и, естественно, что он ещё хочет, это освободить, по всей видимости, всех террористов Хамаса, и не только Хамаса, находящихся в израильских тюрьмах, включая таких, у которых десятки пожизненных заключений, за десятки убитых израильтян самыми изуверскими методами. В этом случае, если ему удаётся под гарантией международного сообщества прекратить боевые действия, это что будет означать? Что он сохраняет свою власть, даже очень сильно побитый Хамас, что называется, вылезет из нор, будет в открытую действие, начнёт под прикрытием вот этой вот гарантии мира наращивать свой военный потенциал. Что это будет означать? Что если есть такие гарантии, что можно в открытую набирать новый личный состав, можно строить военные заводы чуть ли не даже, ну, в туннелях, конечно же, но не обязательно даже в туннелях, если тебе не дают их трогать, я имею в виду Израиль. Можно в открытую расхаживать по улице, не боясь израильской ликвидации и многое-многое другое. Значит, подобного рода ситуация до сих пор для Израиля была абсолютно неприемлемой. И, на мой взгляд, она абсолютно неприемлемая. Это принципиальный момент после 7 октября. Обмен заложников, конечно же, может и приведёт к болезненным и тяжёлым, если он произойдёт, тяжёлым уступкам со стороны Израиля. Но есть уступки, которые идти нельзя. И вот дать Хамасу такое вот табу, что называется, охранную грамоту, что его не будут трогать, и он поможет делать, что хочет, и заниматься контрабандой через египетскую границу, если он получает её под свой контроль. А это требование Хамаса в том числе строить снова свои вооружённые силы, снова производить оружие, готовиться к новой войне с Израилем. А Израиль должен сидеть и смотреть со стороны, будучи скованным гарантиями международного сообщества и собственным обещанием. Я считаю, что это неприемлемо. До сих пор Израиль настаивал на том, что право на возобновление боевых действий даже невысокой интенсивности, но каких будет необходимо, должно за Израилем сохраниться. И это основное разногласие. Есть ещё другие очень важные, в том числе, например, тысячи террористов, которые требуют Хамас выхода на свободу. На мой взгляд, крайне важный стратегический момент состоит в том, чтобы после того, если война завершится или завершится сделка, неважно, как бы это ни было, чтобы террористические организации не чувствовали, что захватывать израильских заложников — это, что называется, бинго, это выигрыш в лотерею, чтобы они поняли, что это дело очень сомнительное с точки зрения выгоды, если не сказать хуже. Если же они после всего, неважно, как бы это всё не закончилось, почувствуют, что так и надо было, что это прекрасно, и благодаря этому можно добиваться над Израилем побед, в буквальном смысле слова, это будет стратегически, и со стороны Израиля будет означать, что Израиль снова столкнётся и не раз с попытками захвата заложников. В итоге... Должны очень, но в итоге наиболее важно то, что примут в израильском правительстве, какое решение. Есть противоречивые подходы в армии, и не только в армии, есть многие, кто настаивает на явном компромиссе хотя бы ради первого этапа, чтобы хотя бы на первом этапе освободить некоторое количество, небольшое количество заложников и пойти на определённые серьёзные уступки Хамасу, а там якобы возобновить боевые действия, в том числе выйдя из границы Египта с Газой, а потом зайдя на неё снова. Этот подход очень сомнительный, у него много слабых мест, но главное другое, вопрос, что решат, и пойдёт ли на уступки Хамаса, или пойдёт ли на уступки Израиля. Уступки кардинальные, потому что до сих пор именно в это всё упиралось. Вы знаете, ну вот мы очень часто слышим в информационном пространстве, что Израиль, он якобы сидит на пороховой бочке. Вот можно ли говорить о том, что когда-нибудь конфликт на Ближнем Востоке, он закончится? И как, скажем, вы видите вот это вот завершение конфликта на Ближнем Востоке? Это может быть захват какой-то территории, мирные договорённости или ликвидация какой-то группировки? Вот как вы, как военный эксперт, это видите? Тут дело не совсем, на мой взгляд, когда рассуждаешь на этот счёт, тут дело не совсем в том, кто рассуждает, военный обозреватель или нет. Дело в большей степени в мировоззрении. Я бы не сказал, что определение «Израиль сидит на пороховой бочке» верно. Когда говорят «сидит на пороховой бочке», подразумевается, что бочка может взорваться и всему наступит конец. Я не считаю, что Израиль в таком положении, что он может в буквальном смысле взорваться. Однако, конечно же, угрозы очень серьёзные. Я человек, который скептически относится к перспективе завершения конфликта. Вообще у конфликта разные составляющие. Например, с Ираном, если говорить так, Иран — это далёкая от Израиля страна. Это даже не арабы, это даже не арабы-сунниты, это арабы-шииты. И до 1979 года, когда в Иране был режим шаха, не было у них достаточно тесное сотрудничество и близкие отношения, не было никакой вражды, хотя среди значительной части населения Ирана, и назовём это так, религиозной солидарности, естественно, была враждебность Ирана, то есть к Израилю. Соответственно, если в Иране сменится режим коренным образом, это может произойти и скоро, а может произойти через 37 лет, или не произойти вообще в ближайшее время, так вот здесь есть перспектива того, что к Израилю отношения резко изменятся, потому что кроме вот этого религиозного и идеологического фанатизма, реальных предпосылок для вражды, серьёзной глубокой вражды, вот такой вот, когда Иран хочет уничтожить Израиль, в принципе нет. А с другой стороны, но вот зато и то, что принято называть Палестино-Израильским конфликтом и конфликтом с соседними странами, здесь всё дело обстоит гораздо сложнее. На мой взгляд, я не вижу тех, кто утверждают, что создание палестинского государства является в границах 67-го года, а иных границ быть не может, чтобы они согласились даже теоретически на такое государство. Те, кто утверждают, что это является решением проблемы и ключом к решению всех проблем, на мой взгляд, глубоко убежат, глубоко ошибаются, потому что арабскую сторону, несмотря на то, что в Израиле достаточно много сторонников такого рода решения в теории, иногда их бывало больше, сегодня их гораздо меньше, потому что 7 октября многое кое-кого научило. Однако я считаю, что это не является решением попросту, потому что палестинскую, так называемую, сторону подобное решение в глубине души и не в глубине души не устроит. Всю жизнь они хотели полного, и до сих пор хотят полного уничтожения Израиля. Создание палестинского государства в границах 67-го года — это только четверть того, что они хотят. С их точки зрения, как с религиозной точки зрения, так и с точки зрения националистической, так и с точки зрения собственников, для них существование Израиля неприемлемо. Религиозная — это как чуль. И на вербце захватили землю мусульманскую, национальная, понятно, захватили арабскую землю, что собственничество — это их. Это они считают, что Тель-Авив — это их территория, это их земля. И стоя на возвышенности где-нибудь в условном палестинском государстве величиной с четверть того, что они хотят, они могут показывать пальцем своим детям и своим соседям на Тель-Авив и говорить, вот там жили мои деды, это моя земля, меня это не волнует. Поэтому и по ряду других причин я считаю, что даже если оно будет создано в палестинском государстве, не дай Бог, то это будет лишь одной из ступенек в этом конфликте, но отнюдь не его решение. По большому счёту решение этого конфликта — это либо они нас, либо мы их, а в противном случае будет лишь промежуточные его стадии, которые будут принимать где-то более резкий оттенок, где-то менее резкий оттенок. А вот касательно других стран, например, как я привёл пример с Ираном, или пример уже существующий, когда те же Бахрейн, Эмираты заключили с Израилем, и Марокко заключили с Израилем не только мирные договора, но и активно сотрудничают. Здесь перспективы гораздо лучше, но это тоже не делается быстро и подвержено разного рода изменениям. Давайте поговорим про украино-израильские отношения. Вот как вы считаете, почему сейчас до сих пор нет такой абсолютной ясности в украино-израильской поддержке? Посол Израиля в Украине Михаил Бродский недавно сказал, вот я процитирую, принципиально красные линии сохраняются, имеется в виду в поддержке, из-за того, что нам нужно по-прежнему считаться с Россией, с её военным присутствием на Ближнем Востоке, с тем влиянием, которое она имеет и на Иран, Сирию, и с тем, что нам приходится поддерживать коммуникацию с Россией относительно действий наших ВВС в Сирии. Но у нас же один враг, то есть у нас враг Россия, которая в том числе поддерживает вот такие вот страны, как Иран, скажем. Тут интересный момент. Здесь нужно расставить акценты, это очень важно. У каждой, несмотря на определенную общность интересов, и назовём это врагов, всё не так просто на самом деле. Яркий тому пример, заявление лидера в том числе. Например, заявление президента Зеленского касательно ситуации в Газе были многими в Израиле. Почему он это заявил, допустим, это достаточно понятно. Украина следует в русле политики, внешней политики Евросоюза. У Украины есть свои интересы в арабских странах. И, соответственно, заявления по понятным причинам отнюдь не звучали, как абсолютно полная поддержка Израилю. Я имею в виду, не так давно было заявление, сделанное по поводу происходящего в Газе. Вот вам яркий пример. У каждой страны свои интересы. Также, например, Украина до сих пор, и я сейчас не говорю, правильно это или нет, сохраняет какие-то дипломатические отношения и с Ираном, и с Беларусью. То есть вопрос не в том, правильно ли нет. Я специально подчёркиваю, что свои интересы, особенно когда идёт жестокая война, они очень важны. И вот Бродский, Михаил Бродский отметил ту самую израильскую, важнейшую израильскую, составляющую израильской политики. В этой составляющей, естественно, есть и «за» и «против». И, например, моё мнение, что Израиль придерживался в этом плане слишком осторожной политики. То есть можно было бы действовать несколько жёстче и активнее в этом плане. Тем не менее, факт остаётся фактом. И красные линии кое-где переедены. И тогда, если они переходят, эти красные линии боятся, что называется, и опасаться, меньше можно уже, если не сказать, вообще не опасаться. Но то, что Россия может Израилю серьёзно вредить, это, в общем-то, медицинский факт. И в том числе, одно дело Ирану передают, скажем, истребители, что для Израиля не особо большая проблема, хотя тоже проблема, и, на мой взгляд, Израиль должен на это реагировать и сам менять в соответствии с этим свою политику и подход к реакциям. Однако, может дойти и до того, что, не дай бог, и этого тоже иногда опасаются, что Россия может передать Ирану ядерное оружие или ядерные технологии. И такой исход, да, это выглядит маловероятным и вроде бы противоречит интересам России. Я специально довожу чуть-чуть ситуацию такого не до абсурда, а вот до такой крайности, чтобы показать. Это не может не беспокоить Израиль. То есть смысл в том, что, когда тебе могут серьёзно вредить, ты должен взвешивать свою политику и взвешивать свою стратегию тщательно. И иногда это ошибочное взвешивание, но тем не менее это не тот фактор, который можно пренебречь. И этот фактор присутствует в двух сторон. Я привёл пример как из заявления президента Зеленского, так и, собственно, понимать, так и, собственно, подходы израильской стороны и для того, что в итоге каждая сторона решает, что и лучше в условиях тяжёлой войны. Ещё один пример, я же говорю, если хотят иметь контакт с Белоруссией, с которой совершена агрессия, которая фактически страна-агрессор, значит, с ней поддерживают дипломатические отношения. Если в Израиле считают, что передавать месседжи через Путина Ирану, например, иногда это достаточно важно, то позвонят Путину, либо позвонят Путину попытаться помочь в деле с заложников, потому что это особенно важная проблема, стоящая на повестке дня. И даже одного заложника в своё время удалось из-за его российского гражданства, хотя это израильтянин, удалось освободить. В общем, есть много нюансов и серьёзных раскладов, которые не видны на первый взгляд. И, соответственно, приоритетность того, кого считать врагом, у каждой страны своя. То есть, безусловно, Иран не друг для Украины, но не прямой враг, потому что с прямым врагом, собственно, хотя бы разрывают дипотношения. То же самое можно сказать о России в отношении Израиля. Очевидно, не друг, не партнёр, однако не прямой враг, а вот зато Иран прямее некуда. Что делать? Без нюансов, к сожалению, никуда. Давайте поговорим о ситуации в Курской области. Вот эту вот операцию, как Вы оцениваете, это хороший манёвр с точки зрения отвлечения внимания от линии боевого соприкосновения? И как по-вашему, является ли это вторжение историческим, как его сейчас называют, и способно ли оно действительно поменять ход войны? Это, безусловно, во-первых, это было историческое или нет, и хорошее, или по большому счёту, да, это даёт только потом, результат, который будет виден потом, насколько это повлияло, хорошо или плохо. И причём в стратегическом смысле этого слова. Значит, а на данный момент можно сделать ряд выводов. Безусловно, это своего рода историческое событие для этой войны. Впервые Украина атаковала и атаковала масштабно и успешно, что абсолютно с точки зрения военной на данный момент это успешно. Что будет потом, мы не знаем. Атаковала российскую территорию. Это в плане символически-исторического. С точки зрения военной на данный момент, безусловно, тоже идёт об успешной операции, хотя мы не знаем, по крайней мере, я не знаю, какие цели ставила украинская команда, а не передаю началом. Например, вот на седьмой день операции чего хотели добиться, куда продвинуться, продвинулись ли дальше, чем хотели, или может ближе. Тогда если продвинулись ближе и не выполнили задачу минимум, то получается даже в чём-то и не преуспели. Хотя я предположу, что задачу минимум выполнили, а может быть даже и больше, чем задачу минимум. Тут важно понимать следующее. Если бы это был, а сейчас всё больше и больше признаков, что это не просто рейд масштабный, после которого через день, другой, третий, исчерпав, что называется, его достижения, уйдут на украинскую территорию, то тогда здесь всё самое важное ещё впереди. Самое важное, это если украинское командование и руководство решают, что мы удерживаем значительный, доходим до тех рубежей, какие выбраны, или до каких будет возможной, далее закрепляемся и открываем здесь новый участок фронта, это будет знаковое событие для этой войны, и далее уже многое покажет. Здесь будет многое решаться, во-первых, в плане значения этого события, символизм уже и резонанс уйдёт на несколько второй план, здесь уже будет иметь военные факторы, очень большое значение. Подсчитает ли российское руководство командование срочной необходимостью перебрасывать силы с разных участков, чтобы немедля, или не немедля, как можно скорее выдавить украинцев с российской территории, в этом случае тогда отвлечение ресурсов будет более значимое. Но тут я могу сказать один важный момент, на мой взгляд, с военной точки зрения. Если украинская группировка, которая закрепляется на территории Курской области, не очень велика, и нет её, нет потенциала дальнейшего развития наступления, чисто с военной точки зрения у российского командования и у Кремля не будет причин перебрасывать огромные силы в срочном порядке. То есть чисто психологической и имиджевой может быть, да, если Путин, тут ведь многое зависит от Путина, решит вопреки той или иной логики, что надо мне срочно выдавить украинцев оттуда, что бы там ни было, потому что что делать, имидж это очень много значит, то тогда действия будут носить более приоритетный характер. В общем, дальше всё упирается в следующее. Кто первее, кто, скажем так, больше резервов подтянет, кто больше или быстрее. Вопрос, подтягивают ли украинцы резервы. Потому что для того, чтобы закрепиться на территории, нужно гораздо большие силы, чем наступать после прорыва обороны. То есть, и это очень важный фактор. Украине важны резервы и в других местах. Есть ряд более важных, что поделать, направлений, чем Курск. И если там продолжится серьёзный натиск российской армии, это будет серьёзной проблемой. Что касается Курской области, здесь важно не перейти эту тонкую черту, понять, до какого момента эти действия носят целесообразный характер, а в какой момент они перестают таковыми быть и изменить подходы. Эта черта очень и очень важна. Бывали случаи на этой войне, когда, скажем, не вовремя выводили те или иные силы из неких мест, когда можно было и нужно было это сделать раньше. Здесь важно в данном случае принимать решения правильные, чтобы это не минусы не начали перевешивать плюсы. Пока же плюсы очевидны и резонансны, и медийны, и подъём духа собственных граждан и военных, и, конечно же, ущерб, нанесённый России военно-экономически, всё это очень и очень существенно, причём относительно небольшими силами реализовано. Но дальше, как я уже говорю, начинается самое важное и очень многое зависит от решения украинского командования, естественно, от решения Кремля. Вот решение Кремля. Как Вы считаете, что Россия всё-таки будет делать с этими территориями? Она, возможно, заморозит на нынешних рубежах, может быть, попробует освободить любой ценой, построить линию обороны? Потому что сейчас уже известно, что там некоторые резервы Россия подтянула туда, но есть там и срочники также. Безусловно, срочники есть. Во-первых, они изначально были, во-вторых, по российским стандартам на своей территории в оборонительных действиях срочники использоваться много, могут. Мы видим, что российская армия, мы теперь задним числом понимаем, не имея разведывательных данных, что ранее российская армия, почти командование, пошло ва-банк. То есть, резервов в Курской области, ведь мало того, что слабые силы прикрывали границу, никаких резервов в десятках километрах маневренных, способных отреагировать немедля, не было и близко. Значит, все, что можно, было брошено на Донбасс, грубо говоря, ради наступательных операций, либо находилось где-то очень далеко. Я сейчас не считаю сил специального назначения, которые, это отдельные, небольшие подразделения, это другой случай. Так вот, у российской армии ничего особо под рукой не было. И сегодня это, в самом деле, серьезная дилемма. Если украинцы, предположим, отступают в скором времени и уходят, даже в этом случае, обжегшись на молоке, как мне видится, российской стороне придется, не то, что придется, но во избежание такого, повторения такого рода случаев, больше ресурсов уделить прикрытию границы. То есть, это ресурсы материальные, там, укрепления, и, конечно же, ресурсы физические и кадровые. Значит, если происходит то, о чем мы все же говорили до этого, а именно украинцы открывают здесь полноценный новый участок фронта, я предположу, что российская армия постарается, не знаю, любой ли ценой, но постарается, предприняв серьезные усилия, привести к вытеснению украинцев с российской территории. Не важно, как бы это ни произошло, им это важно, чтобы украинцы ушли, потому что тот самый имиджевый удар, который будет носить продолжительный характер, видимо, это плохо для российской власти, и с этим нужно что-то делать. Значит, поэтому усилия предприниматься будут, и далее сценарии, кстати говоря, тоже можно, если уж совсем заглядывать далеко, предположим, что украинцы отступили на каком-то этапе с Курской области, а Россия уже создала серьезную группировку. Здесь важно понимать, что отступление не обязательно означает окончание активных боевых действий. Возможно, эту группировку тогда распустят, и она снова уйдет в качестве резервов или действующих частей, на другие участки фронта, а, возможно, она попытается перенести действия уже и на украинскую территорию, то есть на территорию Сумской области. Это тоже нужно учитывать украинскому командованию, это такой один из сценариев. Но это сценарий относительно удаленный, отдаленный на данный момент. В общем, значение все имеет серьезное, расклады до конца непонятны, и мы по-прежнему с вами рассуждаем о целях операций, которые до конца неизвестны. Варианта, как говорится, два. И неизвестны даже конфигурации фронта на данный момент. Я, кстати, должен отметить, что важнейшим успехом, кроме, собственно, самой операции на данный момент, важнейшим успехом украинского командования было то, что российская сторона проворонила эту операцию. То есть, может, у них была какая-то информация, но они не отнеслись к ней серьезно, а значит, она не была достаточно серьезной. То есть, сохранить такого рода операцию в секретности, это большое достижение. Считаю, что очень правильным был и выбор вот этого политики, стратегии информационного вакуума, когда уже операция идет, а об этом с украинской стороны ничего не говорят. И это добавило и паники, и добавило ситуационной неосведомленности российской стороне, и, наверное, добавляет ее даже сейчас. Это было очень нетипичное, я бы сказал, для вот этого второй момент, нетипичное для этой войны. Вспомним, как рассуждали все, кому не лень, о предстоящем украинском наступлении в 2023 году. Здесь была ситуация обратная. И, кроме того, эта операция доказала, что, вопреки рассуждениям о том, что сегодня разведка видит все и никакого накопления сил нельзя утаить от дронов и так далее, и так далее, показывает, что можно. Да, не были гигантские силы задействованы, да, это очень важный момент, это на второстепенной линии фронта, не на основных участках, но при желании и возможностях, как оказывается, не все является невероятным, это тоже важный урок и для тех, кто анализирует ситуацию, и для тех, кто готовит такого рода операции или иного рода операции. Давид, спасибо вам большое за то, что присоединились к этому стриму, за вашу аналитику, за ту информацию, которую вы сообщили. Давид Шарп, военный аналитик из Израиля, был гостем этого стрима. Спасибо, Альбина, всего наилучшего и побольше хороших новостей. Спасибо.